Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и продолжаем играть в игру Кат-Квест. Католица, мы просыпаемся и подходим конечно же к доске, берем очередное задание. Называется оно спасение. На 30 уровень нам нужен план спасения, немедленно. Так, и куда? А, к Леопольду нужно зайти. Извини, но солдаты не настолько сильные, чтобы добраться до южного пика, нам нужна ваша помощь. Не волнуйтесь вашему рличеству, а мы поможем найти ваших солдат. Да как нифиг нафиг. Дополнительное задание у нас это ребята, пойдемте найдем тех пропавших солдат. Так, нечего здесь ежиком гулять, без спроса пока эта дорожка принадлежит котам. Так, рыбка, давай-ка и тебя заодно разберем. Вот так вот, замечательно. Нет, бандитики, с вами я связываться не хочу. Мяу, у нас получилось, и где же солдаты? О, вон там. Я вижу, вижу, связаны они. Вы развязываете солдат. Спасибо, они собрались на краю южного пика. Сами посмотрите, мы и сами можем уползти. Ну и ползите, елки-палки, а я почитаю пока. Но почему-то не читается, что произошло. Вообще уже нету ничего, ладно. Погоди-ка минутку, я слышу мяуканье. Леопольд, уходи, мы свергнем его. Достаточно мы натерпелись в гвардии. Мы наденем эти дурацкие доспехи и свергнем преступный режим. Мяу, эти солдаты предатели? Кто там? Выходи! Довокот, стой, я же тебя видел. Ты был в гвардии несколько лет назад. Ты все поймешь. Слабые доспехи, маленькое жалование, высокий риск. Служба дела добровольная, солдат должен быть верен королю. Готовься к бою. Не бойся, вспомни, чему тебя учили. Бей его! Так. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, ребятушки. Ну-ка, ага, выкусили. Так, а ты-то что, особенный какой-то? Хе, да нет, ничего в нем особенного не было. Так, давайте этих поджарим тогда заодно. Шикарно! Да-да-да-да, собачий хвост. И вправду слабые доспехи. Давай вернемся и доложим его величеству. Да, естественно, слабые, ребят. Я их разобрал, даже не напрягаясь. Ну что же, пойдемте скажем теперь королю, что, наверное, на него должно было быть покушение. Почитаем. Статуя. Смотри, тут какая-то надпись. Род довокотов также пошел от великих древних. Историки пока не дали ответы и, возможно, никогда не узнают. Интересно, а еще такие есть? Не сомневайся. Таких еще тут море. Да иди ты от меня. Не хочу я с тобой связываться сейчас в данный момент. Мне нужно спешить к королю с донесением. Правда, я пол армии положил у него. Но они сами виноваты. Юный довокот, солдаты рассказали нам о предателях. Вот подстава. Не волнуйтесь, ваше мурличество. Молоток, ты опять спас наш хвост, юный довокот. Ты потрясающий, возьми это. Королевская корона, ребята. Пятого уровня у нас. Хм. Спасибо за награду. Так, следующее задание у нас. Дракон на поклонники. На 35 уровень. Кто-то приманивает виверн с помощью кошачьей мяты. Надо найти этого гада. Я только за, ребята. Зачем это нужно? А мы сейчас это и узнаем. Юный довокот, надо найти этого злодея с кошачьей мятой. Кошачья мята привлекает виверн. Виверны это не круто. Мы поищем кошачью мяту и посмотрим, нет ли зацепок вашему речеству. Да? Вот это дело. Не пуха. Спасибо, Лео. А мы пойдем. Прекрасно. Давай начнем искать кошачью мяту отсюда. Ага. Так-так. Вон там. Где? А, вижу, вижу. Вы растираете лапой жеваную кошачью мяту. Хм. Кажется, виверна добралась до нее. Надо ее остерегаться. А кто такая виверна, интересно, а? Ааа. Вот это дракончики, это и есть виверна. Пью ты. Разобрал нарасплюнуть. Так, дальше нам нужно... Ага, еще одна виверна. Короче, это мы якобы идем по следам. Сейчас мы их накумарим. Отлично. Ежики, извините. Вы просто стояли не там, где надо. Следы виверны кошачьей мяты должны привести нас к злодею. Ну, я так и понял. Они обязательно нас должны привести куда-то. Ага, тут уже ледяная виверна. А я почему-то думал, что это дракончики у нас. Так, мимо. Ну-ка, давай-ка всыпем. Кстати, ледяной дракончик не такой уж и ватный, я смотрю. И больно бьется при этом. Но все равно мы его разобрали. Так, здесь у нас две белочки. И опять же виверна там вдалеке. Так, минус белка. А минус вторая белочка. Ну иди сюда, подлетай. Ахламон. Буду сейчас тебя лупить. Все, замечательно. Так, и у нас тут еще, смотрю, лежит мята. Я видел там нечто подозрительное. Где? Ага, вот. Привет. Вы ведь пришли для инициации? Инициация? Кота боги мои. Это еще что такое? Вот, возьмите. Это освежит твою память. Приходите на инициацию дракона-поклонников. Драконы любят вас. Вход свободный. Ха-ха. Да. Пойдем. Я никуда не хочу идти. Тут какой-то зоопарк у них. Вы что творите, сумасшедшие комки меха? Это же опасные виверны, да? Все в порядке. Они знают, что мы любим их. Мы покормили их кошачьей мятой. Святые юкотники. Ты что, дурак? Не-не, не отвечай. Сам знаю. Не пушись. Вокруг них стоит волшебная преграда. Ясно? Она упадет только если я отвлекусь. Оп. Мя... Мяу. Отвлекся, гад. Мяя-пчи. Ой, мяу, беги. Я думал, они на нас не нападут. Мря, беги, дурень. Оно того не стоит. Хе-хе-хе. Мы побежали. Копать мой лоток. Опять нам вся грязная работа досталась. А мы вечно так с тобой. Так, ну что? Иди сюда. Будешь сейчас получать меня. Ага-ага. Воу-воу-воу-воу. Ничего себе жарит. Так, тихо, ребята. Тихонько. Так, иди сюда, Виверна. Черт, подери. Так. Ну ладно, одно разобрали. Там еще две у нас, ребят, стоит. Надо вот эту вот как-то попробовать бомбануть. Так, тихонечко. Ну, бей магии давай себе. Вот. Все, практически разобрали. Готово. И ледяная Виверна у нас здесь осталась. Ага, как же. Не попа... Попала? Это что-то новенькое. Как она так умудрилась? Черт, очень мало ХП. Ну, я попробую ее добомбить. Да ты-то куда еще лезешь там? Уйди, а. Не до тебя. Будут знать, как с Вивернами заигрывать. Это точно. Побежали-ка обратно. Ага. А кому мы сейчас будем это докладывать? А, королю? А, нет. Мы с вами задание же брали. Да, в городе. Ладно, наверное, мы сейчас туда и побежим с вами, я так понимаю. Да-да-да, именно сюда. К Леопольду с доносом. Хорошо, ладно. Давайте-ка поспим маленько. Здоровье, как говорится, восстановим и сохранимся. Злодеи больше не беспокоят вас, ваше мурличество. Прекрасно, юный добокот. За нами должок. Мне... А можно награду сразу получить? Не вопрос. Вот, возьми это. Королевские одежды. 35-й уровень, ребят, мы получаем с вами. И... Есть еще задание? Есть, есть. Так, фамильные доспехи. 60-й уровень задания. Слушайте, а поменьше-то ничего нету. Давайте-ка глянем по карте. Ммм... Если честно, я ничего вообще не вижу. Блин, неужели это задание придется брать, а? Ну, мне кажется, мы не потянем с вами. Фамильные доспехи, елки-палки. Юный добокот, нам надо вернуть украденные доспехи. Это от его мурличества. Пойдем. Ну, пойдем поговорим. Мы здесь, ваше мурличество. Какой-то жулик украл старинные доспехи. Это не клево. В них заключена магическая сила. Они смертельно опасны, если попадут не в те лапы. Щучьи котлеты. Нам надо их вернуть. Хорошо, что маги наложили на них отслеживающие чары. Вот, возьми этот амулет. Он укажет путь к доспехам. Ясно. Пора брать след. Амулет. Фамильные доспехи. Дополнительное задание это у нас, ребята. И мы идем с вами по дорожке, куда нам указывает якобы амулет. Так, что-то здесь не то. Вор отправился за море. Но там ужасные чудовища. Меня это нисколько не утешает, если честно. Так, рыбка, ты меня достал уже, а? Вали отсюда. Видишь, похоже на затонувшую лодку. О, ну и что? Мяу, след ведет к двум пещерам. Выбери одну. Уничтожь всех чудовищ, чтобы они не путались под лапами. Так, 50 уровня, а здесь 60. Ну, конечно, я возьму 50. Хотя я до сих пор считаю, что это слишком круто для нас. Мы 35 уровень всего лишь. Ну-ка, давайте-ка мы с вами наденем магическое что-нибудь такое. Такое раз такое. Ага, хорошо. Есть что-нибудь покруче у нас? Покруче. Во! Вот это, наверное, самое крутое, что у нас есть из магического, да? Получается так. И теперь возьмем с вами... Нет, наверное, мы с вами возьмем другой посох. Вот, вот такой. Все, и будем эти лапы, точнее, руки жарить огнем. Ёлки-палки, вот это да. Слушайте, я боюсь, мы здесь с вами ничего не сделаем. А люлей отгребем, по-моему, по полной программе. Доцепись ты от меня, а. Вот докопалась, блин. Сгинь! Ёлки, тут еще эти виверны. Туда нет смысла идти. Здесь опять рука. Тупик. Блин, что же делать-то? Я в любом случае здесь с ними не справлюсь. Слишком велик уровень, ребята. Давайте-ка мы с вами назад поставим топорик. И где там у меня броня-то моя? Лучшая, так скажем. Так, это все не то. Блин, я забыл, как она выглядит, а. О! Во! Корону будем с вами носить. Ну иди сюда. Сейчас получишь у меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Как плохо они разбираются, ребята. Смотрите. И вот этот черепок, я так и не пойму, зачем. Че он обозначает? Я вначале думал, что они бессмертные. Нет, они и умирают, но тяжело очень. Так, мы получили с вами мохнатую булаву. Ну, меня пока и мой топорик вполне, в принципе, устраивает. Да, он еще слабенький. Не дорос до моего оружия. Так что мохнатая булава пускай лежит у себя там, в закромах. Ну, что же делать-то, а? Ну, давай попробуем так. Сколько? По восемь всего отнимается. Это очень мало. Нет, так я буду до второго пришествия, наверное, с ними драться, если честно. По восемь отнимать. А у него даже хпшки не уменьшаются. Огонь, конечно, жарит неплохо, но согласитесь, все равно не хватит у меня маны, чтобы его добить. Вот сейчас мы проверим это. Ну-ка, зажарим. Сейчас, подождите. 227 урона и по 69 еще. Сколько там? Три секунды. Ты хоть сдохнешь, а? Рука. Ага. Умирает все-таки. Тупик. И для чего она тут стояла? Чего она тут охраняла, спрашиваются, а? Блин, ну вот. Ну вот эти две руки, хрен его знает. Давайте с вами ящик откроем. Посмотрим, что здесь нам достанется. Ага. Доспех Сквайра. Причем довольно вроде бы как неплохой. Мимо. Не, реально, ребята, это глупо, потому что у меня быстрее мана закончится. А здесь у нас что? Виверны. Нет, туда мы дальше не пойдем. Это опасно. Один только выход. Выходить отсюда. Так. Восьмидесятого уровня пещера. Вы представляете, ребята? А я всего лишь тридцать пятого. И куда идти, пока ума не приложу вообще. Ничего по карте не отмечено абсолютно. Так, уровень шестидесятый. А может быть где-то можно сменить задание или поменять, что-нибудь в этом роде. Давайте-ка я обратно поставлю себе ближний бой. А то как-то магам мне не нравится ходить. Так, ну что, здоровье и манну мы себе восстановили полностью. Заодно и сохранились. Что у нас тут у мага хорошее есть? Слушайте, а если я, например, огонь изучу? Сколько ты попросишь? Двести за огнемур. Давай соглашаться. Я надеюсь, от этого хоть какая-то польза есть. Ну, в плане атаки. Давай-ка еще сделаем. Триста уже просят. Угу. Хорошо. Сколько тебе? Четыреста уже надо ему. Да, все деньги, похоже, дело мне здесь и придется, наверное, оставить. Пятый уровень. Давай еще один. Слушайте, а может быть хп-шку еще изучить, а, ребята? А то у меня подхил такой кислый идет. 650. Да, давайте согласимся. Уровень третий. И хватает еще на один разок, ребята, и все. На этом деньги у меня закончились. Четвертого уровня у меня подхил. Куда ж тут идти-то нафиг, а, надо? Просто нету ни одного столбика, ничего, чтобы где-то можно было задание взять. Вот это незадача. Неужели так и должно быть? Так, а здесь? Здесь тоже пусто. А пещерка 75-го левого. Получается, что нам здесь делать нечего. Слишком рано нам сюда еще идти. Нам нужно раскачиваться, раскачиваться и раскачиваться. И в конце концов нам нужно еще подбить с вами одного дракона. Но для того, чтобы подбить, нам нужно научиться летать. И это как бы основное мое задание сейчас, научиться летать. Но где взять на него основной квест, пока не врублюсь. Да я вообще могу отказаться от этого задания, которое сейчас в данный момент у меня взято? Или нет? Уйди ты не до тебя сейчас. Так, что это у нас? Блин, да... Достало. Мяу, вот это вершина. Давай отдалим камеру, чтобы все рассмотреть. Ну и что? Гора. Гора. Типа, как статуя кота. Может быть спросить у дозорного? Кот, который хочет летать? Ты что, птичка или летучая мышь? Ладно, отправляйся в мельницу. Там, говорят, творится и не такое. Здорово. А где у нас мельница? Ага, вижу, ребята. Она у нас здесь, наверху. Какие-то земли темные. Виверна. Так, давайте мы вот так вот, наверное, боком как-нибудь обойдем. Кстати, тут у нас маг. Давайте посмотрим, что у него есть в этом храме. Это что такое за магия? Кот подня. Это ловушка под ногами ваших врагов. Так, ну давай, одну изучим за 50 золотых. Больше у меня денег, к сожалению, нет. Первого уровня. Ну, давай ее вот как-то вот сюда поставим. Потом попробуем как-нибудь на досуге. Ну и будем выбегать. Здесь нам больше делать нечего. А вот у нас и мельница. Ну, я почему-то не вижу, чтобы тут горело задание какое-нибудь. Многие коты забирались туда и не могли потом уйти от красного пня. Мяу, искушение слишком велико. Я должен залезть туда. Куда ты должен залезть, придурок? Я не вижу здесь ни задания, ничего. Интересно. Тут ничего вообще вокруг нету. Просто по нолям. В пещеры лезть, я думаю, нету смысла. Согласитесь, ребята? Ну-ка. Какие-то новенькие у нас тут монстры появились. Таких я еще не видел раньше. Ну, неужели мне и в эти пещеры нужно идти, а? Ну, я не хочу, хоть убей меня. Я не знаю. Я там с ними не справлюсь, с этими монстрами. И задание, может быть, отменить. Но оно почему-то не отменяется. Сами вы прекрасно видели, что нету отмены. Так, ладно. Хорошо. Давайте еще разочек, наверное, туда с вами пройдем. Как говорится, так уж и быть. До последнего подеремся. Хотя в этом смысла абсолютно никакого нету. Так, ну-ка, дайте-ка я вот это вот. Оу, на 125 бахнул. Неплохо. Интересно, у меня получится его вообще убить. Да... Как-то все у нас здесь печально идет. Причем, ребята, локация у нас начальная, грубо говоря, да? И здесь уже такие вот ребята сидят. Ну, неужели? Значит, магией все-таки можно подбить. И дает довольно неплохо опыта, кстати. Может быть, и этого бомбануть. До кучи, да? Так, отойдем. Мимо. А мы сейчас его добьем. Черт подери. Или сейчас отдуплимся. Два варианта. Ну-ка, еще разок. Я не понимаю. Тот сдох от этой, от магии. Этот почему-то не хочет. Ага, когда топориком получил, промежглаз сразу отдуплился. Странно. Видимо, у кого-то от магии нет иммунитета. А у кого-то от оружия ближнего боя. Ну-ка. Поспим маленько. Восстановимся бездоровья. Сохранимся заодно. Замечательно. Так, ну что? Неужели эти пещеры, а? Блин, ну не верится мне, что нет больше заданий. Не верится. Как ты меня, пираня, достал, а? Вот честно тебе скажу. Ну что ж, давайте заходить внутрь, пытаться, пробовать. Я не знаю, что тут еще можно придумать. Ой, опять эти две руки и монстр с ними. Блин. Ладно, давайте попробуем посох взять. И где-то у нас тут... По-моему, это, да, у нас бронька дает самую максимальную прибавку по магии. Ну да, так и получается. А нет, вот у нас что. Ха-ха. Даже, как говорится, есть и получше. Ну что, давайте пробовать. Нет, так, конечно, можно, но... Боюсь, не хватит у меня магии, ребят. Манны, точнее, на магию. Ну-ка, еще разу попробуем. Ага. Сейчас меня тут и заколбасит по ходу дела. Даже подхилиться нечем. Ну-ка. Не, нифига, ребят. Дрибудень. Или я где-то что-то пропустил, и я не вижу. Из-за своей невнимательности. Что-то где-то, наверное, пропустил. Потому что 35-й уровень. Должна дальше идти у нас линейка квестов. Вот, 36-й уже получил. Но оно почему-то плавно обрезается. Значит, надо... Да хорош уже жарить-то своей магией. Эй, Виверна. Отцепись от меня. Вот. Иди лучше там погуляй где-нибудь. Ну что, давайте эту овечку долбанем тогда. Да, куча. Да, тут, походу, все монстры такие... Жирные, которых просто так не пробить. Поэтому я предлагаю сделать ход конем. Сейчас мы заменим с вами магический шмот на обычную броню. Так, ну-ка, какие у нас тут есть броники? Нет, это не пойдет. Наверное, я думаю, что надо оставить крону. Да. Ну что, давай, иди сюда, овечка. Сейчас я тобой займусь. Ну что, вот, в принципе, и... И все. Давайте заберем здесь монетки все. Подхилиться нам нужно, потому что очень мало жизней. Ладно, здесь мы сделаем зачистку. Так, давайте мы сейчас сюда, вот, направо пойдем. Здесь у нас рука. Сколько мы... Нет, по десяточке мы дамажим. Это очень мало, ребят. Блин, опять придется надевать магический шмот. И уже будем ее бить магией. И, наверное... Вот так вот, нет. Вот, в принципе, вот так будет самое то. Хотя даже вот это вот будет лучше. Ну все, давайте сейчас зажарим ее по-быстренькому. А по-быстренькому, наверное, у нас... А, нет, все пройдет. Давайте еще один залп. Готово. Здесь тоже зачистка. Ну, они же у нас идут виверные. И вот почему-то я начинаю сомневаться, что смогу их одолеть. Ну-ка проверим. О, ё-моё! Да как же так, а? Ой, ребята. Печалька получилась. Ладно, короче, все это ерунда. Мы больше туда с вами не пойдем. Да и вообще я хочу взять другое задание. Надо для начала... Так, отменить. Подожди, ребят. Давайте-ка посмотрим вначале мы на карту. Хорошенечко. И, может быть... Нет, я пока ничего не вижу. В общем, у нас сейчас с вами есть два варианта. Либо продолжать выполнять этот квест, который у нас сейчас висит. Либо его просто-напросто отменить. Но есть еще один вариант. Это, знаете, что? Сходить на дозорную вышку. Нам же говорили про мельницу. Хоть мы там, правда, с вами и были. Но задание мы там не получили. Сейчас мы, я думаю, пройдемся еще разок туда. Сейчас мы до вышки только дойдем. Надеюсь, там ничего у нас не поменялось. Где? Ага, вот он стоит. Ты же тот самый добокот. А ты знал, что вход в темный лес, что за моей спиной строго воспрещен? Брысь! Да я плевать хотел, что у тебя там запрещено. Для меня все везде разрешено. И куда хочу, туда иду. И в данный момент я пойду на мельницу. Где-то она у нас в этих краях находится. А точнее... Оу, нам еще далеко идти. Ну, ничего не поделаешь. Кстати, мы можем с вами дойти еще до одной дозорной вышки. И если я не ошибаюсь, именно тот котик нас отправлял на мельницу. И говорил, что если вы хотите летать, вам именно туда. Сейчас мы сами в этом лично убедимся. Ну-ка. Летать? Это тебе в мельницу надо. Это к северо-востоку отсюда. Ну да. Вот единственная проблема, почему вы мне не даете задания, а? Нету. Вообще ничего нету. Абсолютно. Знаки вопроса есть. Но мне кажется, ребят, слишком рано мне еще туда идти. Я еще не дорос. Так скажем, до этих масштабов. Так, сохраняемся. И побежали тогда на мельницу. Так, а на кладбище здесь? Нет, тут пусто. Абсолютно ничего нету. Так, там у нас виверная. Что она делает? Оу. Бьет не слабо она, кстати, бьет, да? 89 хп. Тут такие напоминают мне чем-то... Не знаю, лошадь какую-то. В общем, не важно. Давайте разберем. Отлично. Так, виверна. Фиг с ней, мы ее не будем трогать, а бежим. Так, мельничное озеро здесь у нас. Какие-то руки, руки титанов что ли, я не пойму. От какой-то статуи это однозначно. Ну вот. Давайте тогда отменять задание. И... Вот, наконец-то у нас что-то появилось свеженькое. Ну давай, почему-то не могу прочитать странно. Во. Летучий куст. Ну, конечно же, я соглашаюсь. Найдите меня. Если поможете, я научу вас летать. Отлично. Летать? Вза правду? Светы и Сурими. Бежим. Бежим. Куда нам нужно? Ага, вот сюда. Наконец-то. Кто-то заметил мое задание. Кто это сказал? Я тут, внизу. Что? Говорящий куст? Увы, ну так. Я прекрасно помню, как летать и многое другое, но... Но теперь я просто говорящий куст. Мне кажется, у меня неподалеку отняли что-то очень важное. Если ты найдешь это, я уверен, я смогу вернуть свои воспоминания. Ладно, никуда не уходи, мы поищем твою пропажу. Да куда я пойду-то? Хе, действительно. И нас направляют в какую-то пещеру. Это здесь, искать пропажу, когда кругом кишат чудовища не так-то просто. Давай сперва от них избавимся. Да легко, я думаю, что на уровень 30-й у нас, ребята, пещера Улитка называется. Хм. А ну-ка. Ой, нет, не прокатит, ребята. Нам нужна магия. О, вот это другой разговор. Смотрите, как прижарил. И рука сразу рассыпалась. Так. Ага, барашек. Смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка. Разбушевались вот своими молниями. Успокойтесь, лучше по-хорошему. Шикарно, ребята, последняя у нас здесь тварина. Все, добили. Тут у нас, смотрю, руки. Ага, какая-то закольцованность получается. Ай-яй-яй, тихо. Ну. Отлично. Так, ну, с тобой, наверное, так же сделаем. Ай, твали ты от меня. Опять рука. И там, кстати, у нас будет... Смотрите, сундучок. И надо обязательно его вскрыть и посмотреть, что нам из него достанется. Опля. И... Одежда ниндзя. Это что-то новенькое такое, по-моему, у меня еще не было. Эти руки мы, наверное, сразу все три поджарим. Вау, хорошо-то как. Блин, не хватает у меня манны, ребята. И нам нужно найти очередную жертву, которую можно полупить и заработать немножко себе манны. Так, свинопас, иди сюда. Че ты тут стоишь, а? Вот ты мне объясни. Охраняешь сундук? Он мне и даром не впился, потому что ключей все равно от него у меня нету. Нету ведь? Нету. Ладно, ребят, давайте мы с вами сейчас добьем эти руки. И... Я думаю, что будет здесь зачищено все. И кустик этот нам дальше будет что-то втирать. Жгем. Так, последний, наверное, залп придется сделать. Ай-яй-яй, да то и руки не достал немножко. Ладно. Вот так, очищено. Вы выкапываете из земли странный самоцвет. Мяу, это же оно. Давай возвращаться. Возвращаться. Я... Я не против. Давай возвращаться. Только зачем кусту самоцвет? А, может быть, это как бы воспоминания. Он же там говорил, что принеси мне вещь и воспоминания ко мне вернутся. Надеюсь, так оно и есть. Хотя я сомневаюсь, что он нам что-то сейчас скажет. Наверное, пошлет куда-нибудь у нас еще какое-нибудь задание. Оу, маг какой-то. Я хвост даю на отсечение. За нами кто-то следил. Хм. Ну, как я понял, это был какой-то маг. Почему нас все время кто-то преследует, а? Мы же вроде бы делаем хорошие дела. Ну, где ты там, в кустик? Мяу. А тут точно раньше была гора? Пошли, напарник. Надо найти другую дорогу. Слушайте, а какой горе он говорит сейчас в данный момент? Вы отдаете кусту странный самоцвет. Ах, я лечу по волнам моей памяти. Солнце в моей шерсти, ветер в моих крыльях. Ну, разве я не красавчик? И что теперь ты научишь нас, как летать? Терпение. Ты слишком много хочешь от старого куста. Приходи попозже. Мне все надо уложить в вершки и корешки. Хе-хе-хе. Уровень 37-й, ребят, мы с вами получаем. И давайте брать очередное задание. Волшебное древо. Кусту не все под силу. Мне нужна помощь. Разве говорящий куст может научить нас летать? Неа. Действительно, почему куст нас должен научить летать? Знаешь, все не могу поверить, что мы говорим с кустом. А я говорю с котом. Подумаешь? Вы должны зарядить самоцвет, который вы мне принесли. Это последний шаг. Мы? А где это сделать? Великая сила исходит от огромного дерева на мельнице. А ты всего лишь куст, поэтому тебе нужна наша помощь. Мы справимся. Так, ну да, дерево здесь есть у нас. Вот оно. Ого, откуда здесь столько котов? Вы новички? Мы тут молимся великому красному пню. И? И помогает? Это древнее древо. Оно не может ничего не сделать. Попытка не пытка? Ну? Мне нужно зарядить кристалл. Что-то не получается по ходу дела, да? Ничего не происходит. Может, надо что-то сказать? Ээээ, о, великая когтеточка, то есть древо. Поделись с нами своей силой, дабы активировать этот самоцвет. Лапки мохнатые, что-то происходит. Божечки-кошечки, где мы? Оу. Нам нужен полет. Только этого нам и не хватает. Я достучался до великой магии древа и получил вот это. Отсюда мы можем извлечь знания о полете. Твори заклинания. Вытягивай их. Получилось. Но оно теперь заключено в самоцвет. Как же быть? Оу-оу-оу-оу-оу. Тихо-тихо-тихо. Не надо буянить. Нет, не подходи. Что тут происходит, а? Как ты смеешь? Я, я уничтожу тебя. Нет, помогите. Да что тут творится-то, елки-палки, а? Самоцвет никогда не будет твоим. Я тебя убью. Угу, убил. Ты не сможешь летать. Поэтому останешься здесь навсегда. Да-да-да, я тоже в шоке, что тут вообще происходит. Великий красный пень. Хочет явить нам знак? Да. Ты только посмотри на самоцвет. Он заработал. Самоцвет начинает гудеть. Самоцвет заряжен. Может, теперь говорящий куст сделает с ним что-нибудь? Побежали обратно. Опа. Кто тут? Маг из Гоя крадет самоцвет. Ах ты. Шишки мохнатые. Что? За ним. Ёлки-палки. Я так и думал, что что-нибудь, блин, приключится опять, а? Теперь у нас украли самоцвет. Блин, ну... Так, давай-давай. Не будем мы отвлекаться здесь на всякую шалупень. Оу, два мага уже. Так, тихо-тихо-тихо. Не буянив, ребята. Не буянив. О, да вы в армии. Получили по заслугам. Мырр, где самоцвет? Хорошее у меня все-таки чутье. А мне удалось взять еще два следа. Выбери след, который кажется тебе правильным, напарник. А я откуда знаю. Ну давай вот по этому пойдем. Так, ёлки-палки, опять эти головасики здесь. Погоди, я что-то не помню. Тут след у нас как-то идет. Ага, вот он. Нет. Нас провели. Это просто очередной обман. Кажется, маги-изгои сбежали с самоцветом. Это проклятие. Приходи в себя и возвращаемся. Надо решить, что делать дальше. 38-й уровень. А, ребята, это, видимо, было такое задание у нас. Неотъемлемая, так скажем, часть квеста. Раз мы с вами получили уровень и задание выполнено, значит, мы идем брать продолжение. Ну, я надеюсь, все-таки нас этот куст научит летать. Или это будет обман очередной, а? Да уйди ты от меня. Не, как-то достало, в самом деле. И у нас очередное задание называется «Культ для соркового уровня». Самоцвет взывает ко мне. Его надо вернуть. Откуда Ку знает такие подробности? Ну, давайте тогда у него, наверное, и спросим. Наконец-то вы вернулись. Я видел, куда побежал тот блохастый изгой. Ты очень наблюдательный для куста. Скоро я перестану быть кустом. Ага, вот и следы. Да пошла ты, Виверна. Мне сейчас не до тебя. Мне нужно как можно быстрее сделать задание. В ту пещеру? Ну, что маги-изгой будут делать с кустовым самоцветом? Мяу. Уничтожить всех магов внутри, напарник. Никого не щади. Ага. Не могу. Надо вот этого блохастого убить. А после смогу, наверное, зайти. Ёлки-палки. У меня очень мало ХП, ребят. Надеюсь, как-нибудь протянем. Сороковой уровень у нас здесь. Мур тут. Ничего нет. Они же маги. Поищи здесь тайные ходы. Узкая дыра. Ага. Бежим по воде. Ой, маг опять, а? Черт, и Виверна. И еще одна Виверна. Ладно, давайте, наверное, начнем с мага. Да-да-да-да-да. Положили мы его. Подхилимся, малька. И теперь уже будем Виверну колбасить. Ну. Отличненько. Так, еще подхил. С этой стороны еще одна Виверна. И сундук у нас там будет. Который мы сможем с вами открыть. Очищено. Мра. Мы нашли их логово. Но самоцвета тут нет. Надо поискать снаружи. Да что ж такое-то. Внутри поищает пост снаружи. Вы определитесь уже. И нам достается волшебный посох на 18 уровень. Что есть хорошо, ребята. Ладно, давайте посмотрим, блин, кристалл снаружи. Он не такой уж и изворотливый. Он оставил след. Кажется, он идет по воде. А кто же это вообще такой? Так, это что у нас такие за... Так, уровень 50, ребята. Вы видели, да? Тут тоже доска у нас будет какая-то. Остров смерти. Сюда? Конец пути? Это еще что, очередная пещера? Выбора у нас нет. Соберись, напарник, и вперед. Довокот не найдет меня здесь. Упс. Вот и ты попался, кошачий вор. Отдай, что стащил. Ты убиваешь драконов. Ты не имеешь права на их вещи. Это принадлежит клану драконопоклонников. Чего? Этот самоцвет принадлежит говорящему кусту, не дракону. Ничего-то ты не знаешь, Довокот. Ты его за нас активировал. Теперь я тебе его не отдам. Мяу. Ага, очередная войнушка. Хорошо, ты сам напросился, гаденыш. Не тут-то было. Так. Все, пора его наказывать. Вот и все. Волшебный посох у 38 уровень. Нифига. Вы подбираете самоцвет. Наконец-то он у нас. Давай вернем его, когда окажемся поблизости. 39 уровень мы с вами получаем. И, соответственно, я хочу отдать этот самоцвет. А давайте-ка вот сюда зайдем, ребят, посмотрим. Может быть, новая магия здесь появилась. Да, именно. Так. Астролапа. Призывает из космоса лапы, чтобы порвать врагов на клочья. Давайте изучим. Астролапа, да, значит? Давайте-ка, наверное, вот это вот заменим на молнию. Потому что молнией я вообще не пользуюсь. Вот так вот. И все, наверное, больше не хватит. Да, 450 нужно. А у меня всего 414 золотых. Так что давайте идем, наверное, сдавать с вами квест. Где у нас там этот куст-то? Нужно идти влево-вверх. Хорошо. Ну, сейчас-то, надеюсь, уже все. Мы нашли ему самоцвет, который он попросил зарядить. Полет драконов. На 45-й уровень задания. Самоцвет у вас, да? Я больше не буду вести растительную жизнь. Вдруг он научит нас летать. Это восхитительно. Подожди, радоваться вначале давай убедимся. Вы отдаете самоцвет. Моя память, она возвращается. Святые укотники. Я все помню. Всю боль потерь. Страдания. Ты нас пугаешь? Слушайте, ребят, по-моему, это дракон, да? Давным-давно драконы пришли в этот мир. Магическая сила их была безгранична. Сами великие древние приходили поучиться у них. Драконы были добры. Они делились магией. В ответ великие древние пообещали драконам помощь в час нужды. Так это какая-то у нас тут история получается интересная, да? Прошли годы и драконы сбежали в этот мир своего, где стало слишком опасно. И? И что же случилось? Война с драконами? Меня лишили силы и заперлись здесь на веки вечные. А вы, да ва-коты, убили моих сородичей. Ах ты ж, хек вареный, бежим! И... А, вот оно что. Готовьтесь! Так, 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 что такое сейчас... Оу, ну я в принципе так и думал, что это будет дракон. Он превратился в дракона! Надеюсь, ватного? Ого! Ну... Да не, ребят, этого мы разберем, сосунка. Он тут использует только лишь огненную магию, ну и обычный удар. Так что, как сосун... Оу! На 140 приголубил. Ладно. Хрен тебе, вареный хек. Копать мой лоток, я тебя уделаю, а сейчас? Ну все. Напросился сам. Оу, ребятушки, я теперь понял, что это за магия. А мне она не очень нравится. Ну и думаю, что пользоваться я ей, скорее всего, не буду. Интересно, если я этого дракона сейчас смогу одолеть, я смогу научиться летать или нет? Да ответь от меня уже. Хорош вот выделываться. Лучше бы упал бы, сразу бы сказал бы, все, все, сдаюсь, сдаюсь. И, возможно, я, может быть, тебя бы пощадил. Причем, да, ребят, смотрите, дракон. Тело офигенно здоровое. Точнее, не тело даже, я бы сказал бы, руки. А ног так таковых нету. Получается, просто крылья и лапы. Все, больше ничего нету. Да, странное такое видение драконов. Хорошо, пора с ним завязывать уже. Все, есть. Мы его убили, уничтожили, надеюсь. Пламя Клык, 13 уровня. Вряд ли все драконы злые. Вы овладели магией полета, да неужели? Коснитесь этого знака, чтобы пролететь над колючками. Наконец-то мы можем летать. Нам все еще надо расправиться с драконами дракота, чтобы спасти твою сестру. Вау, сороковой левел получили с вами. Ну что же, теперь, я думаю, нам в самую пору вернуться туда, где мы не смогли с вами пролететь. Сейчас-то мы это сможем сделать, сто процентов. Это куда? Елки-палки, там еще ниже, ниже, ниже. Слушайте, что это за летающие, я не знаю, грузики какие-то в касках? Хе-хе, может попробуем? Одного тут пришлепнуть. О-о-о! А бьют-то больно, смотрите, 176. Когда у меня отхил идет всего на 70... Ай, тихо! Да... Да как так-то, блин? Ладно, хорошо, ребят, не будем мы с ними связываться, но их нафиг. Давайте сразу уже побежим на задание на наше. Волшебный храм. Ну, здесь мы лучше пробежим нафиг от этих дурачков. Задание я, естественно, не могу взять, потому что меня окружают враги. Так, а вот и дракон. Я, смотрите-ка, не могу, ребята, здесь почему-то пролететь. А ну-ка, давайте-ка облетим маленько. Ага, вот оно, значит, что. Через колючки я могу пролетать. И для начала мне нужно расправиться с одной головой, потом со второй. И начать уже потом с дракона. Так, тихо, 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 блин! Ну, слава богу, они тут такие ватные. Так, иди-ка сюда, вторая черепушка. Сейчас я тобой займусь. Ну-ка. Готово. Все, а теперь у нас остается турприз дракона. Ну-ка посмотрим. Слушайте, а он, по-моему, такой. Легковатый. Тихо, не надо, не надо. Откатываемся. О, если так дело и пойдет, это вообще легкий босс будет под хил. Так, давайте-ка. Ну. Ну, ребят, смотрите, он сам по себе вообще ничего. Бьет он вот этой магией. И обычный удар. Все. Так что, можно сказать, что это задание мы с вами выполним. И это, по идее, у нас третий, да? Третий дракон. Ой, голову уже рисанулись. Так, третий дракон. Значит, дракон, по идее, нам что? Должен указать место или что-то в этом роде, где будет наша сестра. Если, конечно, тут все по-честному будет. Ну, в честноту здесь, знаете, верится в самую последнюю очередь. Да, е-мое, блин. Голова плюс босс. Это как-то не очень вяжется. Хотя, я посмотрю, ему еще недолго осталось землю топтать. Подхил. Так, давай, иди сюда, голова. Садовая. Ну. Блин, надо их как-то... Успей, нет, ребят, успей, нет. Ай-яй-яй-яй, попал там в какой-то переплет. Да ж сдохнет уже голова, а. Так, все, ребят, пора завязывать с этим драконом. Есть! Есть! Ну-ка, и что нам на этот раз? Все, с драконами покончено. Пора вернуть твою сестру. Темнорог 10 уровня. А также в придачу мы получаем 41 уровень. 42, 43. Если ты хочешь вернуть сестру, найди меня там, где все это началось. Дракон стал слишком ленив, чтобы являться нам. Теперь он просто говорит с нами мысленно. Ладно, пошли. А куда идти-то, где началось? Началось у нас это вообще-то все на море. Насколько я помню, когда мы плыли на лодке, и он напал на нас. Ну что, я предлагаю с вами долететь до какого-нибудь городишки. Там выспаться, сохраниться. О, задание даже еще есть. А ну-ка. Восточный экспресс. Ну, на 16 уровень. Ну что же, ребята. Давайте тогда на этом я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а продолжим мы ее уже в следующем выпуске. А на этом все. Всем пока, удачи и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok